Samsung Galaxy S23 Plus против Huawei P60. В принципе, есть все. Есть не совсем все, но фактически, да в принципе, плевать. Прям мух! Извиняйте, санкции. Я стану ладом-бадом, падением с высоты. И светлое вино из винограда для меня уже слишком просты. Тебе больше нет... ...посравнивать с другими телефонами от других брендов, да, само собой. Чтобы понять, а вот на фоне конкурентов сейчас, как ощущают себя эти телефоны. В первую очередь, конечно, в голову пришел Samsung Galaxy S23 как флагман рынка именно Android смартфонов. И, само собой, вот сейчас... И вот сегодня мы и решили с этого сравнения все и начать. Samsung Galaxy S23 Plus против Huawei P60. Как обычно, посмотрите сначала, сколько телефоны стоят, в каких цветах. Есть по ссылкам под видео в магазине QQ. Можете купить прямо с доставкой сегодня, с быстрой доставкой. Трехлетний гарантий. И, конечно же, вопросы, если будут после этого видео, задавайте их в комментариях под этим видео на YouTube. Или в нашем Telegram-канале. Ссылочка также есть под этим видео в комментариях. Ну и, конечно, напоминаю про наш ежемесячный розыгрыш одного классного смартфона и множество промокодов на покупку в нашем магазине. Условия розыгрыша очень просты. Пишем комментарии под этим видео на YouTube. Подписываемся на канал. Открываем подписки в настройках YouTube. Три обязательных пункта. Дальше следим за анонсом. В следующем месяце проведем в прямом эфире розыгрыш. Разыграем в один смартфон и кучу промокодов. Смартфон отправим в любую точку Российской Федерации. Шансы победить хорошие. А условия участия простейшие. Так что удачи. Итак, что касается самих смартфонов. Ну, по сути, это два флагмана 2023 года от двух крупных компаний. Huawei сейчас, понятно, находится под санкциями. И из-за этого такой серьезный гнет на него разных домыслов, слухов и информации идет. Но компания продолжает жить. Это все-таки одна из крупнейших компаний, в принципе, в мире и в Китае, само собой. И технологический гигант. Не обошлось без некоторой шероховатости. Но в целом я могу сказать, что я впечатлен. Приятно впечатлен. С другой стороны, S23 Plus тоже очень сильный смартфон, который в этом году показал всем фактически куськину мать. Вернулся к Qualcomm полноценно. И в России этот смартфон продается. И все это работает и очень быстро, и потрясающе снимает. Да, понятно, стоит недешево, но здесь есть все. И получается у нас вот сравнение двух смартфонов, в которых в принципе есть все. Но в Huawei из-за санкций есть не совсем все. Допустим, нет 5G. Стекло, закаленное не последнего поколения. И нужно будет понять, насколько вы готовы, допустим, с этим все мириться. Или вам безальтернативно нужно рассматривать что-то другое, кроме Huawei. Может быть Samsung, может быть Xiaomi, может быть что-нибудь еще. Давайте по порядочку. С Samsung у меня в комплекте практически ничего. Только USB Type-C проводочек и скрепочка. У Huawei P60. В комплекте уже идет зарядка с P60, это 66 Вт. Провод, пленочка на дисплее и вот чехольчик, сразу в котором, кстати, у меня телефон одет. Я объясню сейчас, почему. Здесь не все так просто. Ну вот чехольчик сразу в комплекте есть. Телефоны стоят недешево, поэтому я не вижу смысла на этом заморачиваться. Тем более, что к каждому смартфону будет сейчас целая вывода классных аксессуаров. Очень рекомендую обратить внимание, если вы еще телефон не купили, допустим, присматривайтесь к ним сразу. И у Samsung и Huawei оригинальные чехлы. Это прям вот очень классная штука. Рекомендую обратить внимание. Тоже стоят недешево, но они того стоят. Ну и, соответственно, различные там стилусы, стеклышки, пленочки. Обращаю... Обратите внимание. Итак, по поводу внешнего вида и эргономики здесь забавности, потому что Samsung был первой компанией, которую предложили изогнутые дисплеи. И к 2023 году уже практически полностью от них отказались. В S23 Plus и в S23 используется плоский дисплей. Здесь, причем, защитное стекло Gorilla Glass Victus второго поколения. Самое последнее. Huawei P60 и P60 Pro оба получили изогнутые дисплеи. Наклеена на экран сразу пленочка. Причем, в случае с P60 Pro говорят про то, что используется самое последнее поколение китайского стекла. Кундун, если не ошибаюсь. И вот для P60 такой информации, в принципе, нет. По разным ресурсам ходит информация, что здесь также используется такое же стекло. Просто они сказали, что маркетингово, для маркетинга, что тут не стоит такое стекло классное. Но тут, по факту, оно типа стоит. Я не проверял, но хочу сказать, что вот, конечно, изогнутый дисплей наносит свои некоторые ограничения. В части эргономики в том числе. Причем, вот если касаться задней крышки, то оно в обоих телефонах стеклянное. Рамка металлическая. Намного приятнее стекло в Huawei. Оно матовое, очень приятное на ощупь. Очень классно из-за этого телефон как раз ощущается в руке. Хотя и Samsung ощущается, конечно, очень здорово, стоит признать. Но у Huawei есть очень странная проблема. Которую я, в принципе, раньше не особо замечал на разных телефонах. В том числе с гнутными дисплеями. Но в части эргономики Huawei проигрывает Samsung в плане хвата. Он более скользкий. И плюс ко всему вот этот модуль камеры. Ну, у меня скользкий. У меня длинные пальцы еще. Но вот я просто перехватываю телефон. И мне постоянно под палец падает вот эта камера. Очень сильно выступающая. Да, здесь камера как бы один из главных фокусов с этого телефона. Главной, скажем, фичи по сути телефона. Но она очень сильно выступает над корпусом. В отличие от Samsung, который вот эти три модуля так немножко совершенно над корпусом выступает. И фактически я могу сказать, что Huawei P60 это, наверное, один из первых телефонов, если не первый. Который я не могу нормально, в принципе, использовать без чехла при всем желании. Мне неудобно. При этом по качеству сборки все прекрасно. Оба телефона имеют защиту от воды по стандарту IP68. То есть попадание в пресную воду на глубину там до 5 метров, по-моему. И на время до полутора часов телефоны спокойно должны выдержать. Но фактически их практически нельзя утопить. По части сборки вопросов нет. Все, оба телефона отлично собраны. Никаких здесь люфтов, скрипов, ничего здесь нет. При этом по части наполнения здесь телефоны немножко отличаются. Оба, понятно, имеют защиту от воды, беспроводная зарядка, иверсивная зарядка. Но вот начинаешь рассматривать по деталям и видим следующее. Справа качелька громкости кнопок включения стандартненько. У Huawei кнопочка включения еще так специально выделена красненьким, иллюминисцентным. Чтобы в темноте, допустим, можно было как-то замечать. Сверху у Samsung только микрофон, у Huawei тоже микрофон. Но еще здесь есть инфракрасный порт для управления различной техникой и прорезь второго динамика. У Samsung и Huawei есть стерео, но у Samsung используется второй динамик голосовой. У Huawei они разнесены голосовой, и второй динамик они отдельные. И это такой первый маленький нюанс. Слева у телефонов нет ничего, снизу USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки, основной микрофон, основной динамик и слот для двух SIM-карт. Формально у Huawei есть еще поддержка карты памяти, nano memory. Фактически, конечно, вряд ли вы будете ее покупать, заморачиваться. И у Samsung есть еще поддержка eSIM, чисто технологически для некоторых рынков, в некоторых моделях. С лицевой же стороны, ну, понятно, здесь я не буду застрять внимание на том, что плоский дисплей против закругленного. Кому-то нравятся плоские, кому-то закругленные. В целом, я для себя могу сказать, что мне особо без разницы. Экраны практически одинаковые по диагонали. 6,6 дюйма в Samsung, 6,7 в Huawei. 6,7 это с учетом скруглений, конечно же. Матрица Full HD с знаком плюс в обоих смартфонах. То есть, вытянутый дисплей с частотой развертки 120 Гц максимум. Причем, оба телефона имеют одну из последних LTPO матриц, который поддерживает частоту от 1 до 120 Гц. То есть, телефон сам регулирует, в зависимости от того, что происходит на дисплее, нужно 1 Гц или 120 Гц. Картинка плавная, классная, сочная. Оба телефона имеют Oluson дисплей по пиковой яркости чуть-чуть выше, несомненно, у Samsung. Но я, честно говоря, это не нашел, где здесь выше, где ниже. Потому что оба показывают просто потрясающий уровень яркости и контрастности. За глаза хватает и на ярком свету. Автояркость тоже отрабатывает очень здорово. Есть, правда, все-таки нюанс. Важный нюанс, он касается Samsung. Очень странно удивил этот бренд в этом году. Потому что все смартфонные бренды, фактически даже в средние сегменты, Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus, ставят в свои телефоны экраны с высокой частотой мерцания дисплея. То есть, в данном случае в Huawei такой же дисплей становился с частотой мерцания 1920 Гц. В Samsung этой фишки нету. Как и нету функции устранения шима. Что касается начинки, то здесь как раз мы видим прямое влияние санкции на Huawei. Используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. При этом в этом процессоре вырезан наглухо модем 5G. То есть 5G здесь нету. Оперативной памяти 8 ГБ, 12 ГБ может быть. Ведь в Samsung Snapdragon 8 Gen 2 флагманский процессор этого года. Правда, еще специальная версия для Galaxy. Которая сам делает Samsung для себя и, собственно, вставит в этот телефон. Фактически как раз это для многих повод сказать, что вот в Huawei стоит дорого. Фактически как остальные. Но при этом стоит там не самый последний процессор, не самый мощный. Ну вот сейчас уже полтора миллиона баллов набирает Samsung. И миллион двести набирает Huawei. Есть еще разница в скорости памяти. UFC 4.0 в Samsung. Самая быстрая память встроенная. В то время как у Huawei это UFC 3.1. В повседневной жизни крайне быстро летает телефон даже с полмиллиона баллов в Antutu. Вот у меня, допустим, 600 тысяч баллов набирает телефон. Игрушки, все проложения идут на максимальных настройках с максимальной скоростью. Так о чем говорить, если здесь миллион двести, а здесь миллион пятьсот. Очень быстро все работает на обоих смартфонах. Летает просто за глаза. Проблем именно с тормозами телефонов нет. Есть какие-то фрезы в обоих телефонах. Случаются. Это зависит уже от оптимизации самого приложения. Надо зависеть от системы в том числе. Но производительность телефонов в любом случае зашкаливающая. Само собой игроки могут поинтересоваться, что здесь с игрушками. С производительностью в игрушках здесь в обоих телефонах тоже все потрясающе. На ультрамаксимальных настройках все работает, летает. Троттлингу при этом подвержены оба телефона и оба процессора. При этом, по моему наблюдению, немножко более стабильно все-таки в плане троттлинга Huawei. И с охлаждением тут немножко получше. Но в целом, оба телефона хвалю. Даже несмотря на весь троттлинг, проседание все равно. Игрушки работают на максимальных настройках 60 квадрат в секунду в обоих телефонах. То есть, технически, да, мы имеем процессор предыдущего поколения в новом флагмане от Huawei. Фактически, да в принципе, плевать. Что касается батарейки, то оба телефона натянули до 5000. 4700 в Samsung, 4800 в Huawei. На уровне погрешности. Хочу сказать, что Samsung работает таки меньше, чем Huawei. Процентов на, наверное, 15. Это я говорю про режим тестирования реальный. То есть, я вот телефоны прям полноценно настроил под себя. И в таком режиме их использовал. К концу дня на Samsung осталось процентов 12 заряда. На Huawei осталось 24-25. Ну, то есть, на самом деле, солидный такой показатель довольно. И, ну, Samsung с Huawei я ощутил себя немножко поувереннее. При этом, именно даже в пассивном режиме, когда телефон просто лежит и ничего не делает, Huawei разряжается крайне медленно. Там, типа, 1-2% в день. Samsung поджирает их быстрее. Секрет у этого достаточно прост. Google сервисы, ребята. Вы знаете, Huawei, на самом деле, жил еще дольше, пока я на него не установил различные заменители Google сервисов. Точнее, не совсем заменители Google сервисов. Здесь не совсем заменители Google сервисов. Называется G-Box, и телефон здесь имитирует виртуальную машину. Он идентифицирует себя как другой смартфон. И в нем вы запускаете там YouTube, Gmail, Instagram и так далее. Не все здесь получится запустить, но большая часть, пожалуйста, будет работать спокойно. И вот эти Google сервисы батареечку такие любят поджирать. Вы знаете, все очень просто. Так же, когда я поставил сюда G-Box, разные Gmail настроил синхронизации, сразу батареечка стала расходоваться так ощутимо быстрее. Поэтому этот момент, так или нужен нам Google, надо крепко подумать. Если вам не хочется заморачиваться, то делать, как я там. G-Box ставьте. Но я, честно говоря, на это все посмотрел и подумал, что я сейчас буду искать крепкую альтернативу, допустим, у какой-нибудь другой клиент YouTube. Зато заряжаются оба телефона довольно шустро. У Samsung, правда, в комплекте зарядки нет. Это 45 Вт максимум может быть. И от этой зарядки телефон будет заряжаться где-то минут 45-50. У Huawei зарядка в комплекте 66 Вт уже. У Pro-шки 88 Вт. Но вот от 66-ваттной зарядки телефон полностью заряжается где-то за 32 минуты. 31-32 минуты у меня этот рутат получался. При этом хочу заметить, что оба телефона поддерживают еще и беспроводную зарядку, но на 10 Вт у Samsung и 50 Вт у Huawei. Конечно, намного более быстрая зарядка у Huawei. И версивная зарядка у обоих телефонов тоже поддерживается, тоже побыстрее у Huawei. Здесь 7,5 Вт, а у Samsung, по-моему, 4 Вт или 5 Вт. В принципе, как видите, быстрее зарядка, конечно, однозначно у Huawei. Но я не могу сказать, что Samsung долго заряжается. В целом, быстро. В целом, быстро. Что касается камер, ну, по селфи-камерам. 13 Мп против 12, 12 в Samsung, 13 в Huawei. Отличные селфи. Но очень хорошее селфи, без каких-либо вопросов. Видео оба пишут в 4К, и в том числе на селфи, и со стабилизацией, и в 60 кадров в секунду. Прям, конечно, для любителей селфи, для блогеров в том числе, я может быть, не знаю, снимать себя будет на селфи просто сплошной кайф. Раблокировка по лицу, кстати, в обоих телефонах тоже работает прекрасно по селфи. Ну, и раблокировка по отпечаткам, кстати, я забыл сказать про это, работает тоже отлично. Что же касается основных камер, то здесь их три в каждом смартфоне. И здесь, конечно, такое самое жареное. Это то, на что упирает, в принципе, Huawei в своих линейках. Основной модуль 48 Мп с оптической стабилизацией. В Samsung 50 Мп с оптической стабилизацией. При этом у Huawei имеется еще и изменяемый диафрагмент. Показатели от 1.4 до 4.0. У Samsung это фиксированные и 1.8. Телефото-объектив у Huawei 12 Мп, 5-кратное оптическое приближение, также с оптической стабилизацией у Samsung. 3-кратное оптическое приближение 10 Мп. 13 Мп сверхшрукогольный объектив в Huawei и 12 Мп в Samsung. Ну и, в принципе, надо сказать можно, что все очень просто. Для тех, кто ищет лучший по фото возможностям смартфон прямо сейчас, для себя, ну, по примеру, из этих двух в июне 2023 года, могу сказать, что Huawei P60 с Samsung S23 таки обошел по фото возможностям. Причем сделан это, в принципе, практически во всех условиях. Где-то как-то кто-то может сказать, да, вот здесь поинтереснее снимки на Samsung. Они теплее. На Samsung они похолоднее, но понатуральнее за счет этого получаются. Но в целом оба телефона показывают себя очень и очень достойно. И вот Huawei где-то выигрывает именно в деталях. За счет изменяемой диафрагмы можно вручную, допустим, сделать больше размытия заднего плана или переднего, наоборот. И вот для тех, кто любит вручной режим, да, то есть зайти, пожалуйста, больше возможностей сразу получается. Samsung больше направлен на то, чтобы достал, щелкнул и получился классный результат. Huawei тоже так умеет. Но когда начинаешь погружаться, когда начинаешь рассматривать вот именно детали какие-то, более мощный зум, оптическое приближение. Сама по себе камера, опять же, намного больше. Намного больше даже в авторежиме, даже без включения вот этих вот максимальных 48 или 50 мегапикселей. Все равно выхватывает больше деталей, даже при условиях плохого освещения. Сумерки, полумрак, вечер, ночь. Даже в авторежиме Huawei делает снимки почетче. С видео получилось, кстати, довольно-таки странно, потому что, во-первых, за счет санкций здесь Huawei P60 не умеет снимать 8К. Я бы сказал, нахрен надо, но Samsung умеет это 8К снимать. Во-вторых, видео вот все-таки мне продолжает больше нравиться на Samsung. Тут, извините, по фото возможностям я отдаю однозначно пальво первенства Huawei. По видео однозначно пальво первенства я отдаю Samsung. Что же касается звука, то здесь тоже все очень и очень просто. Huawei P60 за счет отдельного динамика, еще и отдельной аудиоподготовки, звучит просто как маленькая колоночка, и это просто обалденно. И вы знаете, в части звука действительно, ну, Samsung показывает себя, опять же, тоже неплохо, но второй динамик отдельный, это все-таки, ребят, второй динамик. Huawei прям качает, прям басит, прям ух, вибро в обоих телефонах, в принципе, похвалю опять же. Но опять же, как-то вот она такая получше ощущается с Huawei. Что касается связи, то здесь понятно, Samsung не под санкциями, Huawei под санкциями, поэтому извиняйте. Нет, оба телефона работают со связью идеально. Две сим-карты, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 2.4, 5 Гц, Wi-Fi 6-топ, колени Huawei тоже поддерживает. Huawei не поддерживает 5G. 5G сетей, в принципе, здесь нет. Какую бы вы ни сторон не поехали, какую бы симку не поставили, даже поддержка 5G, извиняйте, санкции. И при этом Bluetooth 5.2 еще в Huawei и 5.3 в Samsung. Ну и по поводу прошивки. Понятно, здесь вот этот тот момент, который многих отпугивает в Huawei, они под санкции, у них нет Google сервиса, у Samsung есть все. То есть в данном случае сравнивать, конечно, их, ну как, тут 13-й Android, здесь вообще не Android, здесь Harmony OS, базирующийся на 12-м Android, но, как бы, вопрос такой, знаете, как вопрос стабильности. Хочу сказать, что оба телефона работают крайне-крайне стабильно, но, конечно, в Huawei Google сервисов нет и, скорее всего, уже никогда и не будет. Я для себя еще раз рассматриваю этот телефон сейчас как основной вообще телефон полностью заменить мой Samsung Galaxy S20 FE. И, скорее всего, я это сделаю по одной простой причине. Google сервисы здесь очень легко поставить через виртуальную машину, но здесь называется она по улучшению G-Box. У меня здесь спокойно, я зашел в аккаунт Google, у меня работает Gmail, у меня работает Google диск, у меня работают Google карты, Instagram, YouTube. Все работает, подключаются, работают подписки, можно поставить еще здесь Facebook, Facebook Messenger, Spotify, Duolingo, HBO Max, много чего можно поставить. Можно поставить WhatsApp, WhatsApp работает нормально. Ну, вот, допустим, подтягивать историю сообщений из WhatsApp, из старого придется вручную через файлик, собственно, в этот телефон. Да, Google контакты здесь тоже не поставить. Можно поставить другие контакты, перетянуть оттуда данные. Допустим, я со старого телефона сюда контакты, знаете, как перетягивал. Файлик по Bluetooth сюда перекинулся за полсекунды. И все контакты перенеслись четенько и встали, и работают. Более того, реклама здесь меньше, из-за того, что здесь Google сервисов нет, и телефон меня не слушает. Но минус, конечно, есть. Для тех, кто пользуется приложениями, которые обязательно требуют авторизации через Google, и при этом не поддерживают работу через виртуальную машину, как вот здесь. Еще раз, да, здесь в виртуальной машине есть, допустим, Roblox игра. А вот Mortal Kombat, допустим, эта игра поддерживает авторизацию только через Google. Им нужны Play сервисы. И она здесь не запускается. Но все остальное работает идеально. Оплата телефоном, все приложения ставятся. Я все поставил, а пока Pure, Rustore. Есть встроенный магазин приложений, но тут есть далеко не все, надо признать. Все работает отлично. Как основной телефон, этот телефон меня более чем устраивает. Итог, он простой. Huawei P60, пожалуй, что сейчас могу сказать точно. Он вполне может сейчас заменять остальные флагманы, если вы думаете между ним и не ним. Допустим, многие люди, в том числе и я, раньше очень любили продукцию компании Huawei и Honor. Сейчас Honor как бы отдельно, но у них другие продукты. И не все приводится далеко в Россию. А вот Huawei P60 уже приехал и уже продается. Это очень классный, мощный смартфон. С отличным дисплеем, с гениальнейшей камерой. Прям шикарная. Которая уделывает S23 в том числе. С хорошей зарядкой, с хорошей автономностью, с влагозащитой, с хорошим вибро, с хорошим звуком. Все просто классно. Реально классно. Как обычно, остался прикол с гуглами. Если думаете, если думаете вернуться, однозначно Huawei P60 можно сейчас спокойно рассматривать на уровне остальных флагманов. Так что, надеюсь, это видео было для вас полезным. Может быть, где-то открыло глаза. Посмотрите, сколько телефонов стоит, в каких цветах есть. Купите понравившийся вариант и наслаждайтесь классным смартфоном. Оба из этих смартфонов очень классные. Честно говоря, если бы P60 не вышел таким классным, я бы однозначно пересел с S20 FE на S23. Так что, выбор, как обычно, всегда за вами. И это прекрасно. Так что, с вас лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей Крюк.ру. Пока.